это пляж куда нас возят от отеля называется пальма бич пойдем посмотрим что же там время 10 30 утра и все лежаки уже заняты но если вы хотите найти свободный лежак то есть одна хитрость мы можем наблюдать на некоторых лежаках лежат синие полотенца а вещей нет как знаете это полотенце положили работники пляжа например вот эти лежаки при нас люди ушли с этих лежаков тут же подбежал работник бара и положил в полотенце и он будет предлагать эти лежаки клиентам своего кафе а вот мы можем наблюдать сколько людей сейчас купается внизу песчаная часть пляжа она тоже вся заполнена людьми почти как в анапе хорошее время сезон вода конечно бесподобно прозрачная лазурная голубая но почему-то спасатели разрешают плавать лишь маленьком-маленьком так называемом бассейнчики нельзя плавать направо потому что там течение и люди копошатся такой маленькой кучки здесь тоже до конца проплыть нельзя потому что коралл коралл плавать нельзя можно либо вот тут побултыхаться на мелководье либо там с людьми но это самое пиковое время до обеда примерно в 12 часов люди начинают расходиться и на пляже уже более свободно массовый отток туристов на обед потом море стало свободным можно спокойно поплавать как вы видите во время обеда лежаков стало намного больше и в принципе после обеда вы всегда найдете свободный лежак потому что большая часть народу приходит с утра и после обеда уже не возвращается здесь у нас кафе бар можно заказать что-нибудь перекусить выпить но мы один раз заказали тут пиццу и на желудок на это не очень хорошо отреагировал наверно там был не очень свежий тунец а это бар нашего отеля это просто стол где стоят напитки можно себе налить чай кофе водички бармен там сейчас делает вид что работает но обычно он просто сидит и смотрит как люди сами подходят здесь можно принять душ помыть ноги а здесь у нас разведение местных художников если вы любитель такой живописи можете приобрести а здесь мужской туалет здесь нет дверей писсуары видно прямо с улицы это женский туалет здесь побольше кабинок здесь также люди и переодеваются кстати вот раздевалка а здесь у нас другой мир территория пятизвездочного отеля пустая свободная чистая также на пляже есть все что угодно вашей душе для вашего удовольствия и массажи и экстремальные виды спорта такие как парашюты бананы магазинчики тут есть чтобы там взять какие-то снаряжения поплавать детям есть магазинчик с едой с напитками то есть пиво можно взять с пиво тут дорогое в общем на пляже за ваши деньги есть все для вашего препровождения и даже косички вам заплетут а здесь вот проходит иногда анимация можно поиграть в дартс или устраивать какие-то конкурсы даже один раз был шоу восточных танцев это нура и также всякие пляски в общем но это было в пятницу и в субботу по другим дням здесь просто играет музыка а 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну что, пойдем на фирс? Как мы можем наблюдать, людей очень много. Здесь у нас шумит прибой. И здесь самая инстаграмная зона пляжа. Вот эти камушки. Здесь сфоткаются все. Если ты не сфоткался возле этих камней, значит ты не был на этом пляже. Прогуливаясь по пирсу, прямо с пирса, мы можем наблюдать за рыбками, которые плавают в кристально чистой воде. Вот обратите внимание зону купания. Сколько там людей. Людей набилось прям как селедок в бочке. Очень много. В такое время очень тяжело увидеть рыбок. Если ты будешь плавать с маской, ты будешь видеть в основном пятые точки отдыхающих. Но скоро эта толпа рассосется. Скоро основная масса людей уедет на обед в 12 часов. Но обед здесь с часу и до 15. Если вы останетесь тут до 2 часов, то вы уже сможете наслаждиться свободным пляжем. А также попасть в столовую без очередей и спокойно кушать. Не будьте стадом, не ходите за всеми подряд. На этом пляже очень красивый риф. Мы можем наблюдать границу светло-зеленая вода. Это риф. А дальше уже начинается глубина. Люди в основном плавают по границе рифа. И там можно увидеть действительно очень красивых рыбок. Вы получите массу удовольствия. И даже нет смысла платить деньги на вход за коралловый пляж, который находится рядом с отелем. Потому что здесь точно такие же рыбки. Вот здесь два таких вот захода. Можно тут спуститься. Почему-то люди очень любят встать на этой лестнице, где их туда-сюда все ходят, и просто вот стоять и мешаться непонятно зачем. Спасатели постоянно свистят людям. Туда плавать нельзя, здесь плавать нельзя, здесь плавать нельзя. Плавать можно вот. Вот только вот на маленьком, на маленьком кулачочке. Вот, смотрите. Люди плавают, как селедки в бочке. И набились. Какой я могу сделать вывод? Пальма печенька, это не чистотейный пляж. Сюда путем в ходе с нескольких пляжей. Так я так понимаю, вот, кто-то пожелающий за день вкладку. Поэтому людей здесь очень много. Особенно на обеда. После обеда поменьше. Но после обеда, в конце ноября, уже будет прокладный ветер. Поэтому плавать уже не так грустно. Но, в принципе, можно. Сонно. Море красивое. Рыбики бесподобные. И вот, можно смотреть на дорогу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.